Доброе утро, уважаемые телезрители! Если вы посмотрите на часы, то увидите в 8 часов утра. Дорогие друзья, Александра Прессель и Алексей Юрченко в этой студии работаем для вас. Тема нашего сегодняшнего эфира – это новогоднее застолье. Под конец года, безусловно, накапливается усталость, эмоциональный стресс. И снять его можно с помощью альтернативной медицины. Подробнее об этом мы поговорим сегодня в студии. У нас в гостях Александр Пескаев, кинезиолог, руководитель Челябинского центра «Целебное прикосновение». Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Доброе утро. Чем занимается ваш центр? Наш центр помогает людям встать на ноги. Мы помогаем в тех случаях, когда уже медицина наша бессильна. Отказывают, например, от операции, еще что-то. Не знаю, что определить, именно в чем заключается цель диагностики и почему болит. Уже много, потому что у меня пациентов, которые пришли, им месяц лежали в больнице и ничего не смогли достичь никакого результата. Благодаря этому мы начинаем именно работать комплексно и профессионально. Поэтому мне всегда нужна в этом деле команда. У меня есть очень хорошая команда, которой я очень горжусь. Первый, кто там находится, это врач-терапевт, который выполняет массажные практики и также ведет со мной пут на прием. Второй – это психолог, который оказывает эмоциональные и психологические какие-то, может, расстройства у человека, еще что-то. И поэтому помогает с этим справиться. Есть тренер по йоге международного класса, который проводит занятия и проводит инструктаж, как это обучиться и как легко себя дома поддерживать. А с какими болезнями можно к вам обратиться в центр? Смотрите, для начала надо понимать, не надо даже ждать, пока заболит долго. Мы так привыкли. Чтобы поболеть, да перестанет. Такого не должно быть. Обязательно при какой-то симптоматике, немного там поболело, что-то дискомфорт, надо уже обратиться. Почему? Потому что боль может все-таки проецировать, как психосоматика. Понервничали – заболела шея. Еще что-то понервничали – может расстройство какое-то быть, ЖКТ, например, желудокишечного тракта. На фоне этого надо немедленно начинать обращаться, потому что в дальнейшем может быть ухудшение. И даже очень много моих пациентов избавилось от операций. Потому что мы являемся и делаем комплексный подход для человека. Это ведь самая главная диагностика и правильная первую причину найти. И чтобы ее устранить, тогда только можно говорить о результате. То есть лучше не доводить до проблемы, до чего-то серьезного. Понятно. А скажите, по поводу вот этого замечательного состава ваших коллег. Можно ли то, чему вы научите, потом использовать в домашних условиях как-то, как поддерживающую терапию? Обучиться этой технике. Да, безусловно, можно. Можете любой человек обучиться этому. Не имея даже никакого высшего или обычного медицинского образования. Почему? У нас направлен именно центр, чтобы каждый человек мог понимать, из-за чего болит, как устранить причину боли и как с ней исправиться. Даже вот дома, например, у кого-то что-то заболело, не всегда есть возможность, например, в поликлинику обратиться, еще куда-то, в центр, потому что люди даже боятся уже обращаться. А ты сам можешь научиться обратиться сам к себе, вот, например, к другу, там, товарищу, может, в семье кто-то это знает. И он поможет тебе устранить источник боли. Тогда только мы можем уже говорить, именно, да, действительно лечим, уже выздоравливаем человека, чтобы ему становилось легче. Да. Александр, спасибо вам, что рассказали про ваш центр, и я думаю, что всем было очень интересно. Спасибо. В этой студии с нами Александр Пескаев, кинезиолог, руководитель Челябинского центра «Целебное прикосновение». А сейчас давайте посмотрим день в истории.